В жизни любой женщины, любой национальности и кухня это один из таких элементов, который, как никто, ярко обрисует любой этнос, расскажет о характере любого этноса. И здесь у нас сегодня представлены вот такие предметы, самые популярные предметы на моей экспозиции, одни из самых популярных, а это предметы колбасный шприц. Колбасный шприц, здесь его поршень, а здесь вот на самом шприц. Вообще он состоит из трех элементов. Моршня вот этого бака и насадки. Насадка сменная. Мы сейчас ее припаяли. А вообще она сменная, потому что бывают колбаски, да, бывают сосиски, вот тоненькими сосисек, например. То есть представляете себе процесс приготовления простого бутерброда в деревне, допустим, там 30-40-х годов даже. И там необходимо будет с вами вот в такой вот маслобойке взбить масло в течение двух, а то и трех часов, как правило, маленьких детей за ними усаживали. Как правило, садили маленьких детей, они взбивали масло. Вот так. Да. Причем немцы, живя у себя, взбивали масло из сливок, а в России познакомились с традиционным русским продуктом сметаны. И тоже стали взбивать масло, как русские сметаны. Предварительно тоняю ее 2-3 часа в чугунке. Вот мы уже сколько времени с вами потратили, да? Далее, конечно, колбаса. Ее тоже необходимо приготовить. Вот сюда закладывается парш, а поршни выдавливают, всегда привязана натуральная оболочка, кишка так называемая. И дальше ее можно обжарить, можно сварить, можно подкопить, кто как любит колбаски. А есть у немцев любимый сорт колбасы сырой. У нас Катя сегодня с нами, здесь и Катя нам как раз рассказывала, действительно, немцы по сей день используются на сырой. Ну, мы так уедем. Поэтому, да. Прямо наши курицы готовят. Потом уже выдавливают. Да, да. Что, выдавливают?